Иван Челящев, дебют, разработчик Bittrex 24 диск. И сегодня ты расскажешь не про диск, а про новинки платформы 1S Bittrex. Жизненный цикл для AJAX REST. Это как раз к вопросу о жизнеспособности Bittrex в справлении сайта. Добрый день, коллеги. В первый день весны мы будем рассматривать с вами внутренности нашего продукта. Прежде всего, данный доклад будет полезен каждому из вас, кто в этом зале, и, конечно, вашим коллегам-разработчикам. Потому что мы рассмотрим те новинки, которые вышли за последние полгода, плюс-минус месяц, внутри нашего продукта, внутри ядра и связанных модулей. Рассмотрим примеры решения типовых задач. С помощью наших инструментов вы сможете решать быстро и просто, и эффективно ваши проблемы. Итак, представим, поехали. Предположим, у нас есть, если бы вообще существовала интерактивная карта разработчиков всего мира, которые сейчас что-то делают, то наверняка каждую секунду есть разработчик, который пишет AJAX-обработчик прямо сейчас. Давайте представим, что и мы сейчас напишем AJAX-обработчик. Почему мы вообще касаемся AJAX-обработчиков? Потому что динамический интерфейс – это уже стандарты факта, уже там десятилетия, и задача типовая. И прежде всего потому, что в ядре 17.5.10 вышел AJAX-овый жизненный цикл. Давайте рассмотрим на примере. Предположим, перед нами стоит задача разработать проект конференции, сайт конференции. И нам сказали, что нужно сделать такой компонент, который посчитает количество слушателей в конкретной аудитории. Что ж, мы такие молодцы. Вязали нейронную сеть в одну руку, в другую руку FaceID, FaceTracker, и запрограммировали чудный компонент, который нам вывел, что сейчас в аудитории 48 человек. Можем пересчитать. Ну все, отлично, мы радуемся. Потом к нам подходят и говорят, давайте добавим кнопочку обновить, которая будет актуализировать данные. Ну, задача опять же типовая. Достаточно сделать AJAX-овый запрос на сервер, уточнить, что там, и обновить число. Раньше нам бы потребовалось для правильного решения, совершенно корректного, написать примерно вот столько кода обслуживающего, при этом не написав ни одной еще строки бизнес-логики, чтобы сделать это действительно правильно. Сейчас же мы посмотрим, как можно сделать это, используя ядро 17.5.10. Нам достаточно. Предположим, у нас есть компонент. Это наследник C-Bitrix component. И нам необходимо реализовать интерфейс следующий. А дальше уже просто перейти к написанию именно бизнес-логики. То есть то полотно кода с проверкой сейси, с проверкой авторизации, авто-аутентификации уже писать не нужно. Все заработает. И мы переходим к написанию непосредственно бизнес-логики. В данной ситуации это метод, который возвращает нам количество, актуальное количество слушателей. Как видите, где многоточие, это наш черный ящик с нейронной сетью и прочими прекрасными вещами. И в конечном итоге, конечно, он возвращает число людей, которые находятся в зале прямо сейчас. Примерно такой вот ответ. Что ж, мы написали какое-то действие. Мы называем это действие action, метод действия. Но нам нужно обратиться с страницы из JavaScript к нему. Как мы это сейчас будем делать? Давайте посмотрим. Прежде… Следующий слайд. Прежде всего мы используем конструкцию BX-AX, rank component action. И на первой позиции мы передаем название компонента, типовое название, как вы используете include компонента в PHP. Следующим аргументом вы передаете имя действия. Это публичное, по сути, имя метода, только без суффикса action. Дальше идет контейнер с настройками. Вы можете потом увидеть в документации вообще, как им пользоваться. И все. Данная конструкция возвращает вам промис, который будет наполнен данными в случае успешного ответа сервера. И вы получите типовой стандартизированный ответ. Такой структуры. Статус, данные и коллекция ошибок, если что-то пошло не так. Если произошла ошибка, то статус поменяется на error. Ну хорошо, типовую задачу мы решили, обновили число. Но давайте что-нибудь сделаем чуть посложнее. Предположим, у нас несколько залов в нашей конференции, и нам необходимо получить количество слушателей в разных залах. То есть нам необходимо передавать некоторый идентификатор зала и его учитывать уже в нашем магическом черном ящике. Что же, аргументом, методом мы объявляем объявляем некоторую переменную wholeCode, даем ей значение по умолчанию, например, текущая комната, допустим, у нее будет зеленая комната. Дальше учитываем ее в черном ящике и опять возвращаем ответ. Хорошо. Возникает вопрос, каким образом данная переменная будет вообще заполнена данными из JavaScript и как этим пользоваться? Достаточно просто. В контейнере настроек вы просто создаете свойства data, и там идет объект с постданными. И переменную указываете название свойства, wholeCode, оно соответствует названию переменной. Маппинг идет один в один. И метод будет в итоге вызван движком с значением желтая комната. Если вдруг не было передано значение, то будет использоваться, например, значение по умолчанию. Если же мы объявили тот аргумент без дефолтного значения и ничего туда не передали, то мы получим типовую ошибку. что необходимо заполнить wholeCode. Что ж, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Вообще данный процесс, когда мы передаем из JavaScript некоторые данные и потом их получаем в методе, называется автосвязывание. У него есть несколько возможностей. Первое — это простой маппинг скалярных типов. Когда мы передадим строку либо число, то мы можем спокойно получить это значение в PHP коде. Но кроме этого, как вы заметили, мы поддерживаем значение по умолчанию, поддерживаем массивы и самое главное — мы поддерживаем объекты, так называемый автовайринг. Его мы коснемся чуть позже на детальном примере. Сам принцип вообще автосвязывания какой? Мы берем данные, мы когда запускаем определенный метод, метод действия, мы видим какие там аргументы. Далее мы, движок берет все аргументы, берет их название переменных и смотрит, есть ли подобные данные в посте, приоритетом считается пост, потом в гете. Ну и заполняет их необходимыми значениями. Удобная вещь, советую вам воспользоваться. Что же, часто бывает задача, что компонент вызвали с определенными параметрами, и почему-то мы не можем именно из Ява-скрипта передать значение, например, до той зала, а нам нужно использовать именно то значение, с которыми был вызван компонент на страницу. Что ж, как это вообще решается? Задача на самом деле типовая. Я думаю, многие из вас придумали, как это провернуть. Теперь же внутри продукта есть способ выгрузки параметров компонента в Ява-скрипт. Причем это будет подписанный некоторый контейнер, которому вы можете доверять, и его целостность будет проверена ядром, и какой-нибудь там злоумышленник ничего туда не подмешает, потому что все подписано. Итак, для этого вам потребуется реализовать метод, который скажет ядру, какие именно параметры необходимо подписать и сделать доступными для выгрузки. Мы указываем, например, у нас входящий параметр в компонент WholeCode. Мы указали его. А дальше уже непосредственно на самой странице вашего компонента, наверняка у вас есть обслуживающий какой-то Ява-скриптовой класс, вы туда передаете строку в этот контейнер подписанных параметров, спросив его компоненту. И потом уже непосредственно в BX, подождите, у нас почему-то переключается медленно, в BX-AX RunComponentAction, смотрите, вы передаете SignedParameters, вот этот контейнер. Собственно, дальше движок видит, что да, мне приехали подписанные параметры, берет его, распаковывает, проверяет подпись и вызывает компонент с нужными параметрами. И WholeCode становится доступным. И самое важное, он в целости и сохранности. То есть его даже проверять вам не нужно, подменил кто-то что-то или нет. Что ж, это базовые примеры Аяксового жизненного цикла касательно компонентов. Это отлично, удобно и просто. Но часто возникает ситуация, когда у вас есть некий модуль, возьмем, например, модуль диска, там есть типовые сущности, файл, папка, публичная ссылка и так далее. И в разных местах, в разных компонентах вам требуется совершить типовые запросы, например, удаление файла. И тогда, конечно, расположить вот эти методы действия внутри компонентов, ну, это как-то нелогично, надо их везде дублировать и что-то придумывать. Для этого можно использовать общие API-модули и так называемые файлы-контроллеры. Давайте посмотрим, как именно. Смотрите, для того, чтобы модуль был доступен для Аяксового жизненного цикла, вам необходимо внутри, в корне модуля, создать файлик .settings.php, который аналогичен по структуре .settings, который лежит в корне папки Bittrex. И задать примерно похожую структуру, в которой вы скажете ядру, что при поступлении Аяксового запроса необходимо осуществлять поиск действий внутри такого-то namespace, то есть по соглашению именования. И в дереве проекта это будет выглядеть следующим образом. То есть если мы сказали Bittrex.disk контроллер внутри этого namespace, то дальше мы внутри этой папки располагаем контроллеры. В реальности вы можете дальше располагать папочки, дробить как-то, то есть движок все это поймет. Давайте посмотрим на конкретном примере удаления файла. Контроллер. Файл наследует контроллер ядра, чтобы все работало, и реализует публичный метод deleteAction, который является методом действия. Дальше внутри мы опять же пишем сразу логику, которая в данной ситуации проверяет права доступа, в случае каких-то ошибок наполняет коллекцию ошибок, которые автоматом подхватят ядро и в конце концов, например, удаляет файл. Замечу, что в аргументах данного метода находится объект, объект файл. И возникает вопрос, как он там вообще появился, да? Его же нужно создать. Так вот, это как раз и есть автовайринг, о котором я упоминал в самом начале презентации. Смотрите, во-первых, чтобы из JavaScript достучаться до действия удаления файла, нам нужно использовать конструкцию runAction. Не runCompany.Action, а runAction. То есть явно сказать, выполняем API-модуля и передать следующий идентификатор действия, который состоит из компонент. Первое. Диск — это название модуля. Дальше потенциально идет альяс. Вы в SADX PHP видели там, он упоминался. А дальше, собственно, пошел путь. Там папка, 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 контроллер и метод действия. В данной ситуации удалить файл. Следующее — это, собственно, контейнер с данными. Обращу внимание на файл ID. Именование не случайно. То есть движок, когда получает данный запрос, он видит, что да, у этого метода есть объект. Что же, как его вообще создать? И смотрит, есть ли зарегистрированные обработчики на данный класс. И если он его находит, я покажу конструкцию, как зарегистрировать обработчик на класс. Он берет этот обработчик и передает ему идентификатор из поста либо реквеста, который генерируется в последующем способе. Берется имя переменный файл и по умолчанию приклеивается ID. И в посте реквесте, посте и гете, ищется вот это значение. Значение, ну, ID-шник. И потом исполняется обработчик. Обработчик мы регистрируем следующим образом. Это сокращенная запись. Мы говорим, собственно, какие подклассы мы поддерживаем. Дальше идет анонимная функция, которая занимается созданием. В данной ситуации это пример касательно всех сущностей модуля диск. А, например, третьим аргументом мы можем указать, как именно генерировать этот файл ID в реквесте либо там файл коде, например. Это вы можете посмотреть на примере. И все. Движок создает этот объект и вызывает метод уже с данным свойством. Отлично. Это работает и прекрасно. У вас получается чистая API, где вы явно говорите, метод работает с файлом. И у вас все прекрасно работает. Смотрите. У нас есть такая возможность, как фильтры. Фильтры – это конфигурация действий. Она поддерживает разные интересные моменты. Мы коснемся именно фильтров. Фильтры – это, по сути, обработчики действий до запуска и после запуска. Мы их называем префильтры и постфильтры. Префильтры на самом деле могут заблокировать выполнение действия. То есть в данной ситуации мы описываем, в ядре есть порядка 4-5 фильтров, которые по умолчанию мы поставляем. Один из них – это фильтр аутентификации. То есть мы проверим, что пользователь аутентифицирован. И только тогда дадим доступ. А следующий фильтр гласит, что мы дадим доступ только в случае get-запроса. И в итоге мы вернем некоторый JSON. Но если вдруг пользователь постучится по посту или там put, options и прочее, мы получим типизированный ответ от ядра, что нет, нельзя. Вы можете создавать собственные фильтры, делать подклассами базового фильтра, реализовать там логику, например, какой-то проверки прав, или, например, какое-то логирование. Или даже в диске скоро выйдет обновление, там будет пример, где вы проверяете права на чтение всех аргументов, которые были за автоварены. Вообще жизненный цикл у него, он сам себе простой очень для использования, но там есть большое количество разных интересных возможностей. Одна из них, которая напрашивается, это поддержка интеграции с модулем именно REST. Потому что когда вы опишите API, например, диска, то есть API-модуля, то возникает желание, раз вы описали полностью API, все кратоперации, еще какие-то бизнес-логические, выгрузить их в REST и повторно использовать. Это возможно. Вам достаточно реализовать всего лишь, подписаться на одно событие. И все автоматом заработает. Также ЖЦ поддерживает автоматическую защиту от CSRF-атак. То есть когда идет пост-запрос, мы по умолчанию его снабжаем CSRF-токеном, и серверная часть сразу ставит фильтр, который проверяет CSRF-токен по умолчанию. Вы, конечно, можете при необходимости отключить данную возможность. Дальше вот фильтры-обработчики, которые мы коснулись. Стандартизированный ответ — это прекрасная возможность писать однотипный JavaScript. То есть у вас все обработчики отвечают одинаково. При необходимости вы можете возвращать собственный объект респонза определенной структуры, если вам это действительно потребуется. И возможность тестирования, потому что вы можете писать реально инкапсулированный код в методе, который можете протестировать. И это прекрасно. Раньше над этим нужно было потужиться. Что ж, не только это мы выпустили за последние полгода, также у нас появился новый фильтр для запросов в URM. И к вам у меня есть вопрос. Кто из вас знает, какой именно SQL получится в результате генерации запроса к базе данных? Что будет написано в V? Так, ну, наши коллеги знают. Это хорошо. Ну, еще я вижу пару рук. Ладно, остальные либо не знают, либо у них устали руки, да? Что ж. Хорошо. А теперь вы знаете, есть ли здесь подвох? Да, да, отлично. Хорошо. Не только я это знаю. Так вот, подвох заключается в том, что данный фильтр сгенерирует запрос, в котором условие будет данная удивительная конструкция. Она, кстати, даже работает. Но самое печальное в том, что при таком запросе не будут использоваться индексы, потому что используется конструкция upper, и все, все упало. Так вот, мы не указали здесь строгое сравнение, не поставили равно, поэтому происходит такое. Что же, это неинтуитивно, да? И все очень часто на это обжигаются. Конечно, это и было не единственной причиной, почему мы сделали новые фильтры. В целом, мы разработали вполне приятный механизм, о котором мы сейчас поговорим. Что было вообще сделано? Первое. Это удобная работа с конструкцией из null. То есть, если нужно написать запрос и проверить, что определенная колонка из null, то нужно было тоже что-то придумать с expression. Теперь это не потребуется. Избавление от вот этого like upper, которое происходит как бы случайно. Использование значений из другой колонки. И вообще, в целом, получился легкий, понятный синтексис. И это самое прекрасное для программиста. Итак, поехали. Примеры. Базовый пример. У нас есть таблица пользователей, и нужно выбрать пользователя с айтишником 1. Сейчас это будет выглядеть следующим образом. Пишите название колонки, дальше значение. Если вам нужно выполнить какую-то операцию сравнения, например, выбрать всех пользователей с айтишником меньше 10, то на второй позиции вы указываете некоторый оператор. Количество операторов, которые мы поддерживаем, они типовые, и вам слегка их хватит. Сейчас. Заминочка. Смотрите. Когда нам нужно сравнить что-то с null, то раньше нам приходилось бы писать expression. Сейчас же мы просто пишем метод vnull, указываем значение колонки, и получаем интуитивно понятный код. Это весьма просто и удобно. У нас есть хелперы, методы-помощники, которые помогают сделать следующие операции. In, between, like, exist. У них, опять же, интуитивный понятный синтексис, и все сразу становится удобно и понятно. Также у них есть методы противники, которые называются where not in и так далее, которые отрицают условия. Если вам необходимо выполнить сравнение с другим полем, то есть, например, нам надо выбрать пользователей, у которых имя совпадает с логином, то теперь нам достаточно написать следующую конструкцию, и все заработает. На самом деле под капотом создается объект column expression специальный, который в реальности вы можете засовывать в любые фильтры, в любые операции. Таким образом создавать весьма сложные условия, которые раньше было практически невозможно сделать. Динамически. И получать адекватный результат. Если вам необходимо написать множественные условия, то вы можете использовать цепочку вызовов, и все условия соединятся через и. Также поддерживается конструкция передачи массива условий. Например, если вы генерируете на лету, вы можете в первую в засунуть данный массив, и все тоже будет работать. Если же вам нужно объединить условия через или, то используются следующие конструкции. Вы указываете, что логика соединения или. Также сразу замечу, что поддерживаются фильтры неограниченной вложенности. То есть на самом деле внутри хранится дерево, которое потом компилируется в условия. Рекурсивно. Конечно, мы позаботились о совместимости, и во всех гетлистах вы по-прежнему можете использовать старый добрый фильтр, в виде массива, если вам это действительно нужно. Но если вы обрадовались после данной презентации, вы можете передавать туда объект фильтра и использовать новые возможности. Все будет работать. Нам так понравился новый фильтр, его лаконичная запись, что мы решили использовать его везде. И при описании референсов теперь вы используете конструкцию join on, опять же интуитивно понятную, и в ней вы можете указать то условие, по которому необходимо, собственно, соединить таблицы, с помощью нового фильтра и получить то, что вам нужно. И оно даже работает. Кроме фильтров мы добавили поддержку собственных типов полей. То есть теперь вы можете описать собственный тип поля, использовать его внутри описания сущности и использовать внутри построения фильтра. Для этого вам достаточно реализовать интерфейс и сказать, каким образом преобразовывать значения в базу данных. И все. Пожалуйста, реализуйте, делайте собственную логику. Если вам это нужно. Помимо этого, напоследок, касательно ORM, мы добавили возможность писать юнионы, уже тоже воспользовавшись ORM и базовыми синтаксическими конструкциями. Например, вот простой запрос на примере CRM сгенерируется в адекватный юнион. И это прекрасно, что это работает. Пользуйтесь. Давайте перейдем немного к визуальной части, к фронт-энду. Я думаю, что многие из вас используют расширение. Сейчас мы поговорим о декларативном описании расширения. У нас немножко обновилась возможность. Вообще, что такое расширение? Расширение — это некоторый пакет ресурсов, например, JavaScript, CSS, языковые фразы, которые вы, по сути, оформляете как библиотеку. Вы можете их связывать с зависимостями и потом использовать на странице и вообще повторно. Раньше вам требовалось, ну, примерно, написать следующий код. Сказать, что вы регистрируете расширение, перечислите ресурсы, да, указать зависимости. Но самое неприятное в том, что вам требовалось это указывать, например, в Encudi модуле, чтобы данные о расширении были известны всегда ядру. Теперь вы можете писать это декларативно. Во-первых, чтобы подключить теперь расширение, вы можете использовать новый класс extension и передавать туда расширение. Смотрите, на первой позиции находится UI. Это имя модуля. Новый модуль, который вышел совсем недавно. Дальше идет имя расширения, либо папка, в которой он лежит, но они могут вложенные, которые берутся из папочки JS, потом ее модуля. Ну, вы знаете такую структуру. И в конце концов, главное, чтобы внутри данной папки лежал файл config.php, который на самом деле имеет типовую структуру описания расширения, как мы видели чуть раньше, где говорится, какие JS, какие зависимости, какие CSS надо использовать. И все. То есть вы нигде явно не регистрируете это расширение. Ядро декларативно понимает, где оно лежит, и подключает его. Это весьма удобный механизм, и он приятный для использования. Поэтому пользуйтесь. Я думаю, вы уже заметили, что на Bitrix24 активно используются слайдеры. Мы называем это слайдеры. В принципе, в мире это называют, например, боковая панель, сайт панель, дровер. Что это такое? Я думаю, вы видели. Например, если посмотрим задачи, то это выглядит примерно так. Что такое слайдер? Это боковая панель, которая выезжает справа налево. Приятная анимация по умолчанию. У нее есть индикация загрузки, обработка нажатий на клавиатуру, разные события, возможность открывать несколько слайдеров, они будут наслаиваться. И, в общем, отличная библиотека. Что ж, давайте, раз мы сказали, что слайдеры в каждый дом, давайте вы тоже будете их использовать. И какие у нас есть варианты? Первый вариант – это открытие слайдеров, и внутри будет iFrame. Второй вариант – это открытие слайдера, и вы генерируете контент на Ява скрипте. Это может быть либо строка, либо домноды уже подготовлены. Давайте посмотрим подробнее. Смотрите. Для того, чтобы подключить слайдер, вам необходима… Вот первая строка – это PHP код. Вам необходимо на вашей страничке вызвать следующую конструкцию и подключить библиотеку и сайт-панель. После этого уже непосредственно в Ява скрипте вы просто пишете, что сайт-панель, открой мне, пожалуйста, данную ссылку. И она откроется по умолчанию в iFrame. При этом, если вдруг вам необходимо сгенерировать контент как-то на лету, то вы пишете следующую конструкцию, где объявляете callback, который должен, замечу, вернуть promise, который наполнится данными, либо, как я сказал, некоторой строкой кода HTML, либо уже созданными DOM-нодами. Например, вы сделали AX-вый запрос и потом сделали fulfill. Замечу, что… Подождите, у нас почему-то следующий слайд. Замечу, что есть возможность использовать у слайдера… Вообще есть документация, она уже публично вся доступна. Есть возможность открывать все определенные ссылки по шаблону на сайте. То есть, например, вы говорите, что в слайдере нужно открывать все ссылки вида юзер и потом, ну, дальше регулярочка у нас пошла. И все эти ссылки будут открываться в слайдере по умолчанию. Это весьма удобно. И, собственно, данный подход мы используем повсеместно на Bitrix24. Что ж, используйте слайдеры, радуйте наших пользователей и самих себя. Что же вообще будет дальше? Мы, конечно, планируем развивать нашу платформу, наше ядро DS7. Планируем выпускать инструменты, которые помогут разработчикам. Потому что разработчики – это люди ранимые и они хотят избавляться от рутины. Все-таки ленивые. И мы будем помогать им радоваться. Будем формировать лучшие практики. Все-таки наш продукт растет и нужно новых разработчиков, иногда и старых, направлять. Мы будем этим заниматься. Ну и, конечно, улучшать с каждым днем наш продукт. На этом все. Спасибо, Иван. Вопросы, Иван. У нас есть еще 4 минутки. Бегу. Добрый день, Иван, Андреев, Алексей. У меня вопрос вообще не по этому докладу. Когда будет встройка в Bittrex 24 диск? Встройка приложений. Все-таки про диск. Встройка приложений в Bittrex 24 диск. А какие вы хотите приложения туда встраивать? Найдем. А? Нет, а какой пример? То есть мы же тоже не просто так встраиваем. Пример какой? Ну, операции с документами. Какие? Создание, редактирование, удаление? Так, давайте вы вначале придумаете какие-то сценарии конкретные, и мы подумаем о них. В целом, потенциальное расширение и какие-то, например, кулбэки с помощью реста мы можем сделать. Но я, если честно, первый раз слышу такую потребность, чтобы через Bittrex диск были такие расширения. Потенциально, да, это возможно. Мы можем, если вы заметили в Bittrex диске в контекстном меню, например, в проводнике, вы можете обсудить файл, сделать еще некоторые операции, например, получить публичную ссылку. Потенциально, конечно, мы можем тогда добавить какой-то ваш обработчик и что-то сделать с файлом. Да, почему бы и нет. Еще вопрос. Спасибо за доклад. Андрей, компания WebIntegraтор Fusion. Такой вопрос. У вас какая-то общая проблема раньше наблюдалась в ОРМке. У вас не было нул-полей. Вопрос. Появились ли они сейчас? Потому что, когда вы ансетите поле, оно принудительно задается определенными данными. Например, это с датой работает. У вас, когда вы создаете поле и не указываете дату, оно все равно заполняется. Честно, синтактически я не помню, но возможно, да, есть. Потому что до определенного момента, вот мы проверяли буквально на днях, у вас все равно нул-полей не было. То есть оператор проверки на изнал есть, а нул-а нет. Подождите. Вы можете указывать дефолтное значение. Там есть… Когда нет дефолтного значения, когда пустота SQL null, это и есть дефолтное значение. Смотрите, вы указываете дефолт value expression null. И у вас должно все заработать. Вообще, я хочу заметить, что если у вас есть какие-то потребности, которые не решаются стандартным синтексисом ОРМ, вам всегда придет на помощь экспрессионы. То есть все, например, синтактический сахар, который мы добавили, в реальности вы могли реализовать с помощью экспрессионов. То есть в это и апдейт тоже экспрессион работает. Да. Вот это здорово. Окей, хорошо. И всегда работал. Есть ли еще вопросы? Доклад не тот. Вопросов. Спасибо, Иван. Спасибо, Иван. Спасибо тебе большое. Аплодисменты Ивану. Спасибо. Спасибо.